Выбитые стёкла и покорёженные крыши машины – это печальные последствия резкого потепления, которое пришло в город накануне. С крыш закапала по-настоящему весенняя капель, а вместе с ней появились сосульки и подтаявший снег, который падает на припаркованное авто. Можно ли заставить управляющей компании вовремя убирать крыши и реально ли возместить ущерб тем, кому снег буквально свалился нагулу? Расскажем в сюжете далее. И таких случаев, как на караульной, в эти выходные было с десяток. Больше всех доставалось жителям покровки и солнечного. Там снег машины не жалел. Выбитые стёкла – меньший зол. Кому-то лавина с крыши буквально покорёжила авто. Но это полбеды. Потепление принесло ещё один бич красноярских крыш – сосульки. Таких последствий погодных качелей легко можно было избежать, если бы управляющие компании вовремя выполняли собственные обязанности и чистили крыши. Это при том, что жилищники избавляться от снега и наледи должны не только по заявкам жильцов, но и по закону. За невыполнение инструкции даже наказание есть. Нами разосланы письма управляющим компаниям о том, чтобы они провели мероприятие по очистке крыш от снега и убиранию сосулей. Управляющим компанией, лицензиатам, может грозить штраф вне выполнения лицензионных требований до 250 тысяч. Видимо, эти деньги для управляшек – мелочь. Подтверждение – заснеженные кровли большинства домов Красноярска. Поэтому подстраховаться и знать, что делать в случае ЧП, будь то ущерб имуществу или того хуже – здоровью, лучше заранее. Тем более, что по весеннему тепло будет и завтра. Благо, алгоритм простой и чаще всего закон на стороне потерпевших. Первое, что необходимо сделать – зафиксировать причину нанесения ущерба, либо имуществу, либо здоровью. Возможно, найти свидетелей, которые в случае спора подтвердили бы данное происшествие. Обратиться с претензией в адрес управляющей организации, чтобы они добровольно компенсировали поднесенный ущерб. Если они этого не сделают добровольно, то уже в судебном порядке взыскивать. Ну, реально добиваться есть прецеденты? Да есть, конечно, и неоднократно. Конечно, есть нюансы, ведь по закону двор не стоянка. Машины оставлять можно не ближе 10 метров от дома. Но это касается только непредназначенных для парковки мест. Если это специально оборудованный карман, проблем не будет. Но, как говорится, береженого Бог бережет. Поэтому, когда выходите на улицу или оставляете где-то машину под окном, не поленитесь и посмотрите наверх. Ведь никогда не знаешь, откуда может прилететь. Денис Козлов, Илья Сенкевич, 7 канал.